Окей, в этом видео будем говорить про новый бюджетный смартфон Samsung из линейки M Galaxy M12 Плюс будем разбираться, чем он отличается от Galaxy A12, который является его конкурентом в ценовой категории Это два бюджетника, которым стоит присмотреться, которые кое-чем могут похвастаться Всего я насчитал 6 отличий, половина из них важная, а вторую половину можно назвать совсем незначительной Отличия первые в дизайне, и даже не совсем полноценно в дизайне, а только в дизайне задней панели смартфонов Они отличаются своим узором и по расцветкам Второе отличие будет в экране, а точнее в частоте обновления экрана A12 поддерживает 60 Гц, а вот для M12 уже добавили 90 Гц То есть изображения, анимации на этом смартфоне будут немножечко плавнее, немножечко быстрее И визуально для пользователя это будет более приятно Существенная разница в процессорах, а 12 работает на MediaTek А вот M12 работает на фирменном процессоре от Samsung Exynos 850 В Antutu A12 набирает 105 тысяч баллов, а вот M12 уже 125 тысяч баллов Процентов на 20 больше, я думаю, что это будет ощутимо, особенно если вы вдруг любите поиграть в игры Есть некоторые отличия в габаритах Новинка тяжелее на 9 грамм и в толщину больше на 1 миллиметр Поэтому если вдруг у вас есть какие-то смешанные аксессуары, то на Galaxy M12 они уже не подойдут Программно отличаются операционными системами, точнее версиями андроида Galaxy A12 работает на 10 андроиде, а M12 получил уже 11 версию андроида И, соответственно, дополнительные функции, которые поддерживает эта версия системы И шестое отличие, оно в цене, но о цене мы поговорим в конце ролика, поэтому смотри до конца И ставь, конечно же, лайк, подписывайся на канал, если рассказал тебе об отличиях за пару минут, сэкономил время без воды Но если вдруг что-то упустил, тогда можно написать в комментарии, что конкретно Я думаю, что многим это будет полезно Коробка у бюджетников, кстати, отличается от среднебюджетников И уж тем более от флагманских смартфонов открывается она вот так Но, тем не менее, в комплекте бюджетника мы можем найти адаптер питания В нашем случае на 15 Вт Также в коробке сам смартфон, кабель USB-C, скрепка и документы Продается Galaxy M12 в трех цветах Это классический черный цвет, зеленый и синий, которые я прямо сейчас держу в своих руках Корпус смартфона сделан из простого, недорогого пластика, который покрашен в такой яркий цвет В целом симпатичный дизайн, ничего сказать не могу Уверен, что это субъективная вещь, кому-то понравится, кому-то не понравится Мне так смартфон по задней панели немного напоминает чемодан В общем, если вам такой дизайн нравится, если вы его котируете Тогда берите силиконовый прозрачный чехол и сохраняйте всю эту красоту у себя на виду И любуйтесь ею при использовании Кстати, задняя панель такая немного матовая, поэтому отпечатки пальцев собирает неохотно В кнопку питания встроен сканер отпечатка пальцев для разблокировки Удобное такое расположение, которое экономит время И позволяет вообще забыть про сканер отпечатков И одновременно сохранить безопасность ваших данных Если придираться ко внешнему виду, то это можно сделать К не совсем симметричным углам закругления дисплея И к такому вот небольшому подбородку, который красуется снизу На нижней грани смартфона вместе с USB-C портом и монодинамиком Стереодинамиков нет, он здесь один Красуется аудиовыход Jack 3,5 мм для проводных наушников Я думаю, что этот разъем мы совсем скоро перестанем наблюдать даже в бюджетниках Потому что беспроводные наушники становятся дешевле Их уже можно брать за совсем небольшие деньги Ну а пока миниджек на месте Для недорогого устройства установлен сюда простой Могу сказать, что совершенно точно неплохой дисплей PLS-технология экрана Соотношение сторон 20 на 9 И частота обновления 90 Гц Для более плавной анимации при работе со смартфоном Остальные параметры видите сейчас на экране Четырехмодульная камера в квадратном блоке Есть макромодуль, чтобы фотографировать различные мелкие детали Возможно, каких-то насекомых или детали, например, часов Наверное, кому-то это важно Мне, например, на практике этот модуль не понадобился еще ни разу Но понадобился портретник, который здесь тоже есть Который умеет размывать фон за человеком Делать красивые фотографии И справедливости ради, надо сказать, что в Galaxy M12 портретник работает и с объектами тоже Есть широкоугольный модуль для объемных фотографий С большим углом обзора Тоже полезный модуль Для пейзажей отлично подходит И просто в те моменты, когда нет возможности отойти от объекта съемки И сфотографировать его целиком Снимать можно видео, кстати, и на ширик Но переключаться во время съемки видео с ширика на основной модуль и обратно нельзя Для бюджетника, если серьезно, камера получилась очень удачная Из дополнительных режимов могу отметить режим еда С помощью которого можно симпатично сфотографировать то, что вы кушаете В Galaxy M12 есть она все модуль Но так вышло, так бывает на бюджетниках, что нет Samsung Pay, то есть с помощью этого смартфона нельзя оплатить свои покупки Я не знаю, почему так вышло Возможно, в других странах ситуация отличается Но конкретно в нашем случае написано прямым текстом на вашем устройстве не поддерживается Если вдруг кто-то из зрителей знает, как это обойти, напишите в комментарии Я думаю, что многим эта информация будет очень полезна M12 продается в двух вариантах памяти у нас в Беларуси Это 3 гигабайта оперативной памяти и 32 гигабайта хранилища И 4,64 соответственно Есть... Так, где у меня? Есть здесь тройной слот, который поддерживает две нано-сим-карты И карту памяти microSD, с помощью которой можно докинуть сюда дополнительного хранилища Чтобы размещать там свои фотографии, видео, игры и прочую другую информацию, которая вам важна Но все-таки я рекомендую покупать со старта смартфон версией на 64 гигабайта Потому что ваши 32 забьются очень быстро, я об этом уверен Буквально за несколько дней Такой мой прогноз И важно держать в голове, что если вы берете версию на 32 гигабайта То из коробки со старта у вас половина этой памяти будет занята только системой 16 гигабайт уходит только на размещение системных файлов Аккумулятор установлен 5000 мАч И при нормальном использовании этого смартфона вам хватит на 1,5-2 дня работы Что я считаю неплохим показателем С комплектным 15-ваттным адаптером питания вы его сможете зарядить от 0 до 100% за 2,5 часа Есть подобие быстрой зарядки и за 30 минут смартфон заряжается на 40% Продается Samsung Galaxy M12 в Беларуси в интернет-магазине МТС Ссылку оставляю в описании под видео Он там стоит 439 белорусских рублей, это младшая версия И его также можно купить в рассрочку за 19 рублей в месяц Что является популярной опцией Вам ее тоже всячески рекомендую Переходите по ссылке, изучайте Если это видео понравилось, тогда ставь лайк, подписывайся на канал Я с тобой не прощаюсь, совсем скоро увидимся Субтитры сделал DimaTorzok